Мы не хотим напугать, мы лишь рассказываем о том, что происходит вокруг. Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск «Место происшествия» в студии Оксана Васильева. Пьяный лихач на большегрузе снёс три машины в автозаводском районе. Пострадавшим автомобилистам пришлось силой отобрать ключи у неадекватного водителя и запереть в кабине МАЗа, чтобы тот не сбежал. На записи видеорегистратора видно, как машины в правом ряду остановились, чтобы пропустить встречный поток. Вдруг легковушка получает удар в заднюю часть. Большегруз снёс на своём пути три автомобиля. За рулём оказался пьяный водитель. Как так получилось-то? У вас две машины, да? Б**ть. Б**ть. Да ладно закрываться-то. Страна должна знать своих героев. Как зовут вас? Как? А что у вас с лицом-то? Да не видно ничего. Не видно ничего? По словам очевидцев, водитель МАЗа, проскочив в перекрёсток, чуть не шиб женщину с ребёнком в коляске. Он успел затормозить прямо перед пешеходами, но протаранил три машины, которые превратились в груду металла. Стояли на сихофоре, ждали зелёного, две машины. Ехал МАЗ с пьяным водителем. Врезался сзади стоящую мою машину. А так летел в меня, и он ударил меня в бок. Тут не шиб ребёнка на детской коляске. Пьяный, его задержали, ключи забрали, посадили в машину. Водителям пострадавших авто пришлось силой отобрать у лихача ключи от машины и запереть его в кабине, чтобы тот не скрылся. Ведь пассажир фуры с места ДТП сбежал. Он вообще пьенущий. Я уже когда вышел из машины, пошёл туда, там уже толпа народа, он сидел на асфальте. Мужчины передали задержанную сотрудникам полиции, а также ключи от его машины и запись видеорегистратора из пострадавшего Рено. Она в дальнейшем послужит доказательством в суде. Сергей Липатов специально для места происшествия. Ещё одному лихачу не удалось сбежать. Нижегородские полицейские задержали водителя по подозрению в том, что утром он насмерть сбил пешехода и скрылся. Сам автомобилист уверяет, что машину у него угнали, и за рулём был не он. Ты где был? В 7 утра сбили! Ты где был? Мария, супруг задержанного, находится в недоумении и сильно нервничает. Она сама пытается выяснить, где в момент наезда на пешехода был её супруг. Сегодня, 03.10.2013 года поступило сообщение от дежурного. На улице Выксенская, в районе дома номер 4, был обнаружен труп. То есть, выехали на место происшествия, приступив к работе, было установлено, что наезд совершил автомобиль ВАЗ-2109, либо 08. В ходе разъясненных мероприятий был найден автомобиль, который совершил наезд. Установлен собственник данного автомобиля. В процессе задержания собственника автомобиля, собственник оказывал сопротивление. По словам очевидцев, на момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего пояснить полицейским не мог. Помнит то, что спал и как его разбудили полицейские. Предполагаемый виновник смертельного наезда на пешехода уверен, что его автомобиль был угнан и за рулём находился совсем другой человек. Однако его жена доказывала совсем обратное. Нет, нет. Потому что я приехала утром, полдевятого я уже уехала с работы, полодиннадцатого я была там, машина была на месте. Вчера ночью? Или когда? Надо искать этого, как я, не потерпевшего, а угонщика, этого, кто угнал у меня машину, искать его надо и разбираться. Я, в принципе, тоже не против разобраться в этом дело, потому что мне вот этого не надо. На место, где и была найдена предполагаемая машина убийцы и сам задержанный, приехали криминалисты. После осмотра машины стало ясно, что следов взлома нет. Водитель поясняет, что автомобиль, его угнали сегодня ночью, по факту ДТП он ничего не знает, однако на автомобиле следов взлома нету, замки зажигания целы, замки дверей целы. Правоохранительным органам предстоит разобраться в данном происшествии и ответить на вопросы, был ли задержанный за рулём своего автомобиля и кто совершил наезд на пешехода с летальным исходом. Юлия Рябова, Сергей Репатов, Александр Котин. Специально для места происшествия. Нижегородские полицейские задержали грабителей, которые снимали свои криминальные похождения на телефон. Молодые люди через социальные сети вычисляли лиц нетрадиционной ориентации, приглашали их на встречу, а после избивали и грабили. Всё снимали на видео и выкладывали в интернет. На этом и попались полицейским. Сотрудникам полиции потребовалась помощь отряда специального назначения для задержания этих молодых людей. По одной из версий они входили в одну из экстремистских группировок города. Такой случай для нашего города редкость. Молодые люди называли себя охотниками на педофилов и входили в состав набирающей популярность среди российской молодёжи организации «Окупай педофиляй». На деле оказалось совсем по-другому. Задержанные знакомились в соцсетях с взрослыми мужчинами от имени несовершеннолетних. Если переписка доходила до предложения интимной близости со стороны взрослого, то они договаривались с ним о встрече. При встрече они заставляли жертву признаться на камеру в совершении противозаконного поступка. Все видеозаписи они выкладывали в сеть. По предварительной информации один из таких потерпевших написал в полицию заявление об избиении со стороны активистов этого движения. Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Нижегородской области. Также сотрудники полиции установили причастность фигурантов к совершению минимум двух грабежей летом этого года. Следователями Главного следственного управления ГУМВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение грабежа в отношении четырёх молодых людей. Задержание происходило сразу по нескольким адресам, где могли проживать предполагаемые преступники. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено четверо наиболее активных участников группы. Полицейскими были изъяты персональные компьютеры, сотовые телефоны, цифровые носители информации, печатные продукции нацистской направленности. В ходе обысков в местах проживания подозреваемых изъяты маски с прорезями для глаз, наручники, ножи и иные вещественные доказательства по данному уголовному делу. Все изъятые вещи приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела, возбуждено по статье 161 Уголовного кодекса России «Грабеж». Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Сергей Липатов при поддержке пресс-службы МВД России по Нижегородской области специально для места происшествия. 41-летнего жителя Вальческого района обвиняют в незаконном изготовлении оружия. Дело передано в суд. Он уже привлекался за подобную деятельность ранее, но условный срок его не остановил. Дома он продолжал мастерить. Что неизвестно? Алло. Соответственно, передаем дознавателю. Обратите внимание. Боевые патроны. Патроны в количестве раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. В отдел полиции Вальческого района поступило сообщение о том, что один из жителей поселка у себя дома изготавливает охотничьи ружья из подрочных средств. Стоит отметить, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но продолжал ремонтировать ружья и изготавливать к ним отдельные детали во время отбытия условного наказания. К нему нагрянули сотрудники 4-го отдела уголовного розыска по Нижегородской области. При выезде местного проживания у мужчины было изъято 26 патронов, около 150 грамм артиллерийского бездымного пороха и отдельной части огнестрельного оружия. Сам мужчина не отрицал свою противоправную деятельность. В ходе следствия доказано 10 эпизодов его деятельности по незаконному ремонту оружия. После осмотра квартиры сотрудники полиции направились к задержанному в гараж, где еще нашли детали, предназначенные для изготовления оружия. У меня была мелкашка 178-01. Значит, от того раза осталось не забрали. Сотрудниками межрайонного отдела МВД России Набашинский в суд направлено уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотрено статьей 223 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление оружия». Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что они имеют право получить денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия. Для этого жители региона должны обратиться в подразделение органов внутренних дел Нижегородской области по месту хранения указанных предметов. Сергей Липатов, Мария Белова при поддержке Пресс-службы МВД России по Нижегородской области специально для места происшествия. В автозаводском районе молодой человек убил отчима, вернувшись из тюрьмы после отбывания срока. Он не захотел делить жилплощадь с посторонним мужчиной. Скандал закончился ножевым ранением сердца. А мы хотели узнать, что у нас произошло. Ничего у нас не произошло. То, что теперь придется жить с отчимом, привело молодого человека в ярость. Да и ссора произошла, по словам соседей, в тот момент, когда все втроем выпивали и вели себя шумно. Находясь в неадекватном состоянии, пасанных схватил кухонный нож и ударил отчима один раз в область сердца. В ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что указанный мужчина находился в этой квартире вечером совместно с 32-летним сыном своей сожительницы. Они употребляли спиртное. В ходе конфликта 32-летний мужчина нанес ему один удар кухонным ножом, от которого он скончался на месте преступления. В момент убийства не было слышно криков, и многие соседи узнали о случившемся только после появления полиции. Милиция появилась во дворе, туда-сюда. Мы вечером уходили с работы, мы ремонтируем квартиру. Стоял парень, он спросил, что случилось, он говорит, я не знаю. Я не стал шибко в эту тему входить, потому что думал, ну и говорить, значит, чего-то не хотят говорить. По словам жильцов, дома в квартире, где совсем недавно случилась трагедия, продолжают выпивать и шуметь. Раньше часто приходилось вызывать полицию, чтобы утихомирить буйных соседей. И драки, и мать отбила, и скандалы, и тоже девок сюда, и в компании приходили всякие. По данному преступлению возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемому, видимо, придется вернуться обратно в колонию, теперь уже надолго. Ирина Черкова, Александр Косин, специально для Местопроисшествия. На этом выпуск завершен. Наши корреспонденты продолжают следить за оперативной обстановкой в городе и области. О происшествиях и преступлениях сообщайте нам по телефону редакции 212-9-112. Или пишите нам на адрес электронной почты, он указан на экране. Эфир продолжит служба новостей город с Катериной Пескуновой. Не переключайтесь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok